я вынимайте меня вы чё вынимайте слой воды был вот здесь вот секретная кнопка опа погнали всем привет с вами блок авто мпс и очередная серия приключений нашего зеленого уаза и наконец-таки это первый раз он встречается с соперником который хоть как-то может с ним побороться ну вот смотри ты такие колеса уже не поставишь да смотри какие у тебя ниши такой мотор 128 лошадей змз 409 тебе наверное уже не потянуть у меня такой же мотор 2 и 7 в нем 112 лошадиных сил по документам но снять с него 150 нет никакого труда значит вот коробка коробка передач переключается мягенько корейская нормально у меня ручка переключения на рядом с коленкой если она рукой не втыкается то я при смогу коленочкой поджать зачем ты взял эту корзину ветки собирать это заводское исполнение с заводским кенгурятником заводской мощной лебедкой на хорошей резине а самое главное с блокировкой заднего дифференциала и самое интересное разумеется про бабки цена этого автомобиля либо полмиллиона за поддерживать автомобиль что-то так цену быстро называешь полмиллиона может я его подписчикам подарю значит пора в экспедицию хватит разговоры водить бабье лето проходит поехали мы все прекрасно знаем что у вас в своем нормальном заводском исполнении с двух роликов не съезжает то есть он не способен преодолеть диагональные вывешивание потому что есть жесткое подключение перед к ну и все ровно так происходит с нашим хантером если вы видели в предыдущем ролике мы его поставили на два ролика но в раскачку за счет больших колес он как-то выбрался буханка она стоит на трех роликах два слова буханки первая передача я уже на бездорожье на самом деле машина достаточно сильно раскачивается внутренние трения в дифференциалах они таковы что так машина пытается съехать как будто бы у нее есть блокировки а сейчас мы даем шанс секретная кнопка секретная кнопка блокировку подключаем на стандартном заводском заметьте автомобиля без каких бы то ни было внешних дополнительных доработок давай опа красавчик но на самом-то деле если у нас было четыре ролика и мы на них поставили возик он бы все равно выбрался потому что кроме проще у нас есть еще и лебедка я думаю сейчас мы ее тоже задействую бампер у нас действительно силовой трубы толстенные все мощные но сварные швы как видите они здесь один сварчик варил здесь другой то есть никакой автоматики ничего но самое интересное это разумеется дорожный просвет высота установки самого бампера 50 сантиметров но вот под этими крюками 44 сантиметра этого до бампер разумеется он немного ухудшает геометрию просто потому что он выпирает вперед но зато здесь есть мощная лебедка и мы ее тоже протестируем самый интересный дорожный просвет именно вот на этих колесах под балкой моста даже как у обычного автомобиля 21 сантиметр вот здесь под трубами защиты 26 то есть вот по всей ширине 26 если грунт мягкий это принципе мостами наверное удастся проползти под ними 21 и под задним полагаю примерно столько есть у тебя какие-нибудь ко мне претензии сразу признавайся как ты там сидишь ты же сидишь как на пороховой бочке и еще и скачешь при этом как можно вообще на таком автомобиле ездить слушай но вот сейчас без зимней одежды но более-менее скажем ехать можно но я тебе рекомендую купить спортивные сиденья как у меня это недорого стоит это правда надо аккредитовать в гаи руль легкий причем ничего не надо подруливать отлично идет по прямой отлично но сиденье у меня более-менее я готов отдать тебе балл за за твою пружинную переднюю подвеску против моей рессорной потому что он видит кочки и уже начинают трясись что спереди рессоры и коробка у тебя все-таки худо-бедно корейская а у меня за наша отечественная главное плюс буханки это именно огромный салон позади меня я могу выбраться большой компании и вся эта компания вместе с тушкой олени и кабана отлично здесь разместятся у азовцы говорят что на этом багажнике можно перевозить до 300 килограмм фрики он действительно достаточно мощный то есть по нему можно смело ходить и вдвоем мы туда забирали общие грузоподъемный всего автомобиля 910 килограмм но сделано все хорошо машине полгода на багажнике не ржавчинки она хорошо покрашена но может быть можно было вместо чтобы лесенка была пошире но в целом и так нормально для доступа в багажник придется постараться два газовых упора надежно теперь откидываем ну как откидываем откидывая запаску тоже кстати с газовым упором то есть ее ветром наверное не должно качать ее придерживает и здесь открываем ну разумеется ключиком багажник он к сожалению не такой большой и мне кажется что это не очень удачное распределение и вот здесь я боюсь а вот здесь кстати специально изоленты примотан кусочек резинки вот но никак иначе дверь не фиксируется вы залезли ветерок подул он прихлопнет но по сути своей я даже не знаю что здесь можно перевести я бы сказал что для повседневной жизни конечно же намного удобнее будет какой-то единый кузов там без этой перегородки и в теории конечно можно верхнюю половину вот так вот снять но нижней части она приварена к кузову жесткости она никакой не добавляет а вот грузовые способности как-то ограничены то есть там если вы на охоте пострелили лося или кабана да он у вас живет здесь соответственно на холоде да а вы живете там в тепле но вот в нормальной повседневной жизни мне кажется такое распределение не очень удобно у нас буханка всеми местном исполнении вы видели там багажник но по меркам багажника он как бы большой другое дело что он не очень удобный а то в салоне вот здесь вот кают компании на пять человек и два человека спереди есть столик культурный сидим я не представляю как люди выезжают на природу что вот засесть вот в таком вонючем ящики и народу если ты будешь ехать и захочешь что-то положить при том как она раскачивается вперед-назад у тебя просто все тут повалится лучше бы они одно лишнее сиденье здесь поставили и потолок чуть повыше всего лишь ну пару сантиметров выше потолок а так то я просто смотри вот уже все уже уперся все просто снимаешь пол под ним есть еще какое-то количество утеплителя фанера все убираешь но пусть завод это сделает вроде бы сидеть ну более-менее да сами кресла нормальные но при этом там организовать ночлег тут например невозможно что же за экспедиция без ночлега я столько на крыше но все равно ты балл забираешь естественно ну вот друзья мы стартуем в нашу экспедицию это будет интересная задача ехать прямо как можно прямее до беречь лес безусловно мы едем по колее ну да там где лужи тоскать стараемся проехать прямо а как он мучился как он мучился ребята как я балдею смотри как я балдею как я балдею вот а мы игорь игорь ты видел как я легко это сделал просто играючи как ты мучился в новом автомобиле даже в уазике есть свои плюсы пристегиваться не буду мы в лесу но вы обязательно пристегиваетесь так полный привод понижай . пробег нашей машины 4200 километров и ощущение нового автомобиля в нем есть несмотря на всю теплоизоляцию тут хорошо прям ощущается тепленьким погнали а вот это уже проблема я вынимайте меня вы чё вынимайте я не ожидал что будет такая глубина благо блок управления двигателем вот здесь у меня за спиной аккумулятор тоже он здесь достаточно высоко их пока заливать не должно но в целом мокренько в первой же лужи воды было вот так вот в салоне вот прям вот так вот по двери вот это все было в воде и в двери сливается отовсюду сливается и он весь из бака кстати не сливается сейчас мотор работает все хорошо я надеюсь что вода в бак не попала но погружать машину ниже заливной горловины это так себе затея если планируете прям как-то нырять то ну наверно там кроме сопунов разумеется надо выводить еще и горловины куда-то сюда выше либо какие-то такие старые советские абсолютно герметичные пробки то сейчас пробка не обладает герметичность туда как-то вода все-таки проходит но я надеюсь что в бак не попала понятно что не зная брода несусь в воду но вот вы всегда проверяете глубину луж перед тем как них окунуться на машине то ли еще будет верхняя ручка назад это задний привод вперед полный привод и понижайка вперед это быстрее назад это соответственно пониженная вроде все четко заранее блокировочку что вам стоило поставить ее куда-то вот сюда вот все кнопки здесь одна кнопка слева 2 опачки но почти но ну а где там задние так короче лебедка лебедка сейчас мы ее заодно протестируем и все это дело вытащим а вот теперь надо забраться в багажник лестница более-менее так а теперь самое интересное откинуть запасное колесо при том что кронштейн он на самом-то деле низковат бампера мощные они достаточно длинные если посмотрите на передний бампер он цепляет за все и с опачки а вот он пультик как вам видов попробуем я для чистоты эксперимент попробую вытаскивать себя просто лебедкой понятно что надо машины но это все-таки тест автомобиля интересно узнать каковы способности лебедки но то есть у меня передача выключена все четенько мне кажется здесь я уже могу просто включить передачу и просто поехать оп легко но сейчас выход хантера лифтованного колеса это вселяет уверенность да у меня был проигрыш обычные ролики скользкие не за что было зацепиться а вот колеса колеса работа а вот и диагонал очка блокировочка погнали кто нам говорят что буханка не проедет а как то очень на таких лысых колесах мы может откуда-то выехать мы их чуть-чуть траванули травить дальше честно говоря опасно потому что колесо которое висит у нас в качестве запаски сзади по нему хорошо видно что она уже слетала это как бы отэшная резина она как бы для бездорожья но не для такой глины я короче лебедка вот а так а и а и а и а и а и и и и и и Смогла! Они все-таки встретились. Буханка лебедилась дважды. УАЗ Хантер приехал легко. И, как вы понимаете, возможности для внедорожного тюнинга у него практически безграничны. Мы довольны то, что кузов приподнят. Я особенно доволен колесами. Я так понимаю, что у тебя практически нет претензий к этому автомобилю. УАЗовцы молодцы, что они сделали Хантер уже в таком заводском исполнении. Мы все понимаем, что сотрудники ДПС регулярно придираются к любым доработкам внедорожников. А здесь и силовой бампер, и лебедка, и колеса, и экспедиционный багажник. Это все легально. И в этом уАЗовцы молодцы. Но мы с вами понимаем, что для серьезного бездорожья и лебедочка нужна посерьезнее. И у вас дальше никто ее проверять не будет. Она какая-то в документы вписана. Да, и если вам надо вот прям вот совсем по жести, да, то лебедку можно заменить на более крепкую. В плане колес вариантов приподнять буханку, конечно, намного меньше. Да, сам по себе кузов, он более объемный, более вместительный. Это здорово, но поднять ее сложнее. И чем выше мы ее задираем, а сидим мы по-прежнему перед передним колесом. И, конечно, ну вот прям на совсем тяжелом бездорожье. Да, есть высокозадранные буханки, но это уже прям совсем такая экзотика-экзотика. Поднимать этот автомобиль все-таки сложнее, чем обыкновенный Хантер. Ну и плюс, естественно, Хантер для водителя. Он, ну, я не знаю, можно ли назвать это комфортно. Вот ты ехал, это комфортный автомобиль, Хантер, вот положа руку на МПС. Когда привыкаешь, а потом и спортивные сидения они свое решают. То есть, конечно, они хорошо поддерживают. И вот эта уверенность, которую дают колеса. Не-не, а вот ты, представь себе, ты едешь по дороге. Со скоростью 90 км в час. Там тебе надо, не знаю, махать там три сотни. Мы с тобой ездили, эти колеса неплохо себя ведут на асфальте, по трассе. Вот смотри, как он жарил. Отлично едет. Но понятно, что здесь больше комфорта на трассе. Для пассажиров. Для водителя комфорта меньше. Но надо понимать, что вот если вы рассматриваете эту машину как мы, в качестве игрушки, в качестве машины выходного дня, то Хантер уедет дальше. А в буханке вам будет уютнее большой компании, если она где-то заикарится. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. Может быть, мы когда-нибудь разыграем наш Хантер. Хорошего дня. Да, и пожалуйста, оставьте в комментариях ваше мнение, что выбрали бы вы. Хантер или буханку. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok